Как размножается облепиха? Облепиха уже давно перешла в разряд домашних культур. Садоводам эта деревца полюбилась со вкусу пользы у плодов. Описание культуры. Облепиха является представителем класса двудонных растений, это значит, что она может быть мужским или женским растением, необходимо сажать два и более куста. Эта культура обладает лечебными свойствами. Ягоды содержат много витаминов С, в одном, в двух, три, шести, в девяти сер. Листья также полезны. Для ребенка это прекрасная ягода, которая сочетает высокий вкус и пользу. Облепиховое масло популярно в лечении многих заболеваний. Культура светолюбива, морозостойка, ветроопыляема, любит влажные, но не заболоченные почвы. Внимание! Корни облепихи разрастаются очень далеко, поэтому участок, где она растет, нужно перекапывать с большой осторожностью. Как размножается облепиха? Существует несколько способов разведения растения саженцами, порослью, семенами, отводкой. Также облепиху можно очеренковать. Саженцами самый простой способ, особенно для начинающих садоводов. Посадкой нужно заниматься только весной. Важно внимательно выбрать посадочный материал. Вот несколько важных моментов. Выбирать только проверенный питомник, не покупать саженцы. У непроверенных людей кора должна быть эластичной, не бурой, хорошо крепиться к деревцу. Покупать несколько саженцев, например, три девочки и одного мальчика для опыления. Облепиха. Деревья нужно успеть посадить до распускания почек. Сажать растения в ямку на холмике, корни распрямляют и засыпают составом. Земля с участка органика, песок в равных частях, с добавлением суперфосфата, 200 грамм. Вокруг посаженного растения сделать небольшое углубление и полить двумя ведрами воды. Через год, весной, следует подкормить каждый куст мочевины, 20-30 грамм на ведро воды. Подкормку проводят раз в 4 года. В засуху необходим обильный полив. Как размножить облепиху порослью? Это самый быстрый способ. Когда появится отпрыск, его необходимо окучить и поливать. Весной аккуратно руками разгрести холмик до корней основного куста. Ножом горизонтально отрезать отпрыск от корневой системы. Посадить поросль в заранее подготовленную ямку. Выше уже было указано, как сделать ямку. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе и подкормке раз в 3-4 года. Плюс этого способа в его быстроте сложно выделить недостатки. Регулярный полив. Как размножать облепиху зелеными черенками? Черенкование облепихи летом проводят в июне. Размножение облепихи черенками весной в этом случае невозможно. Рано утром нужно срезать побеги 20 см, которые успели одревеснить, затем их разрезать на части по 5 см. Сделать надрез на почкой острым лезвием, убрать нижние лески. Собрать черенки вместе и поставить в воду. Перед посадкой необходимо разработать участок. Перекопать его, смешать землю с песком и торфом в рапорциях 1-1-1. Сверху на участок насыпать песчаный слой в 3 см. Перед посадкой хорошо пролить грядку. Черенки углубляют на 2-4 см. Сажать черенки необходимо в 5 см друг от друга почву еще раз полить. Над посадкой натянуть на дуге пленку. Оставить пространство до черенков 3 см так, чтобы пленка не касалась черенков. Края пленки не забыть обрежать, чтобы ветер не снес ее. Важно! Участок под облепиху не должен находиться под палящим солнцем. Под пленкой при температуре плюс 25 градусов создаются идеальные условия для укрепления роста растения. Через 20 дней большая часть черенков укореняется. За ними нужен тщательный уход, прополка, рыхление, полив, подкормка, 20 грамм аммелячной селитры на 10 литров воды. Через 4 недели после посадки растения нужно начинать закалять. Для этого нужно приоткрывать пленку и проветривать кустики. Перед холодами кустики нужно укрыть опилками, листьями. Весной пикировать в отготовленное заранее место для доращивания. Между рядом оставить 30 см, а между кустами по 15 см. После высадки обильно полить. Посадка черенка облепихи плюс этого способа в высокой приживаемости, а минус в том, что процесс трудозатратный, больше подходит для опытных садоводов. Разведение облепихи одревесневшими черенками в конце ноября, начале декабря с 5-летних кустов нарезать однолетние побеги. Черенкование облепихи весной также возможно, для этого подойдет март. Хранить побеги в прохладной комнате или под снежным покровом при температуре от 0 до плюс 2 градусов. В начале весны нарезать побеги на черенки по 15 см, поставить их в воду на 3 дня. Затем высадить на грядку, оставляя 3 почки наверху, пролить грунт. В течение первых трех недель необходим полив 2-3 раза в день. Эти правила помогут получить осенний кустик с окрепшими корнями листвой. На заметку, преимущество способа в том, что любители легко с ним справятся. Главный недостаток – это то, что пониженная влажность губительна для черенков. Как развести облепиху семенами стоит помнить, что при выращивании растений из семян сортовые признаки пропадают. Культура становится похожа на кусты, выросшие в дикой природе, много колючек, маленькие ягоды. Начало осени подходит для посадки семян. Подготовить почву, верхний слой грунта перемешать с крупным песком и удобрением. Сделать канавки, ширина и глубина 2-3 см с интервалами 20 см друг от друга. Утрамбовать землю в бороздках, заранее запастись органическим удобрением. Во время устойчивых морозов откопать от снежного покрова место посадки, посадить семена в отготовленные канавки с интервалом в 2 см друг от друга, засыпать органикой, слой в 1 см. Весной также можно сажать семена. Делают это по следующей схеме – замочить семена в воде на ряд суток, проращенные семена посадить в канавки на глубину 5 см, двухлетние. Сеянцы высаживают на постоянное место, обеспечивают уход. Главный недостаток этого приема – не сохраняются сортовые особенности. Семена нужно замочить в воде размножение облепихи от водкой. Для этого способа нужно молодое деревце с гнущимися стеблями. Выбирают хорошую веточку, наклоняют ее к земле и присыпают землей. Можно на веточку положить нетяжелый гнет, затем это место хорошо поливают. Заниматься отсадкой от водки лучше всего весной. Растения с корнями отделяют от материнской ветки и пересаживают на постоянное место. Преимуществом этого способа является хорошая укореняемость от водка. Недостаток 1 – мало побегов. Основные ошибки при размножении культуры. Ошибки при разведении этого куста. Неправильный выбор участка для культуры. Место должно быть солнечным, увлажненным, но не заболоченным. Неправильный выбор способа при отсутствии опыта. Требует начинать изучать способы от простого к сложному. Уделять недостаточно. Внимание поливу. В засуху он особенно необходим. Неправильный выбор времени года для разведения. Для каждого приема свое время. Стоит помнить, что основной уход после разведения заключается в регулярном поливе и подкормке раз в 3-4 года. Рыхление взрослого растения проводить нежелательно, так как есть опасность повредить корневище. Рыхлить можно растения, которые не успели обзавестись внушительными корнями, но и это нужно делать очень аккуратно и неглубоко. В заключении стоит отметить, что садоводы всегда будут затевать спор об эффективности каждого способа размножения облепихи. Поэтому начинающим садоводам выбирать метод размножения стоит, опираясь на свой опыт и возможности. Продолжение следует...